А кто-то взял мою марионетку. Марионетка – товар штучный. Хоть и похожи они друг на друга, у каждой свой характер. Артисты театра «Кукол сказка» уже держали их в руках, а сейчас сживаются и на ощупь узнают походку и повадки марионеток. По координации это далеко от актера, это на нитях находится. И чтобы оживить от сердца к марионетке, вот такой проделать долгий путь, какая же координация должна быть. Валерий Кирюнин – один из сибирских знатоков по владению марионеткой. Эту неделю он проводит мастер-классы с актерами сказки. Сейчас артисты представляют этюды, ситуации, роли и как они смогут выражать эмоции марионеткой. Я не знаю, затокуя ножками, и это может быть как радость, например, разначать безудержную, так и какой-то гнев и недовольство. Это обогащает, да, однозначно, потому что каждый раз это поиски. И всегда нужно находить что-то новое для того, чтобы кукла жила, жила правдой. Марионетки – самый сложный вид театральных кукол, но именно они будут в спектакле про умную собачку Соню, к показу которой готовятся в сказке. А в 2024 году театр кукол планирует ввести в репертуар еще один спектакль с марионетками. К тому времени артисты должны стоять, ходить, садиться, видеть и даже обонять марионеткой. Мы убедились, что эти куклы очень выразительны. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. Корот.